Политологи и специалисты, принявшие участие в дискуссиях, задались наболевшими вопросами. Как можно развязать противоречия в обществе, связанные с внешним курсом страны? И что могло бы стать лучшим выходом из сложной ситуации? Я здесь, чтобы сказать гражданам Молдовы, что Европейский Союз – это большая ловушка и опасность для вашей страны. Нам говорили, что Европейский Союз – это социальное равенство, демократия, экономическое развитие. На самом деле богатые страны стали за наш счет еще богаче, бедные – беднее. Политику Евросоюза диктуют крупнейшие бизнес-корпорации, которых никак не заботит безработица и бедность населения. Мы выступаем за то, чтобы нам вернули нашу денежную единицу и суверенитет. Мы хотим сами решать, какую политику проводить и как развивать свою экономику. Ввиду последних событий мы кардинально против введенных ЕС санкций по отношению к Российской Федерации. Они в первую очередь бьют по нашим фермерам. Остерегайтесь европейской клетки, сохраните свою независимость. Особая тема развернувшихся дискуссий – возможность развития украинского сценария в Молдове. По мнению большинства молдавских гостей, риск велик. Есть определенный протестный запал у общества, который может быть использован политиками молдавскими для реализации каких-то собственных планов по удержанию власти, по получению власти после выборов. И вполне возможно, что самым эффективным, главным способом получения этой власти будет развивание внутригражданского конфликта. Как показала ситуация в Украине, достаточно нескольких технологических ходов, нескольких вбросов информационных, чтобы разжечь этот конфликт и мобилизовать большую часть общества вокруг себя, вокруг своих собственных политических амбиций. Хочется отметить, что подобный перекресток мнений открывает возможность организации внутримолдавской экспертной дискуссии. С выводом о том, что в сложившейся нестабильной ситуации важно не реагировать на возможные громкие заявления политиков, способные спровоцировать разногласия в обществе. Если бы у нас был нормальный политический класс, который сумел бы объяснить и Москве, и Брюсселю, что это выгодно, то есть сотрудничество на этом направлении, двустороннее, открыть его в две стороны, так сказать, оно выгодно, может быть, и Брюсселю, и Москве, то есть нас сформулируют, в чем их плюсы, то есть надо работать, сформулируют, в чем были бы их плюсы, я считаю, что это был бы самый лучший вариант. Екатерина Кожухарь, Виктор Дудук, Павел Искобой, Ведомости.